Ребята, всем привет, божух! Это у меня спонтанное видео, я что-то ходила-ходила и решила сделать влог о трендах, рассказать вам о трендах осень-зима 2019-2020, я не фэшн-блогер, я не стилист, я не претендую на это, я просто любитель, я люблю красивые вещи, я люблю интересно красиво одеваться, придумывать что-то, поэтому, может, мои идеи кому-то понравятся. А если есть у вас любимые тренды, которые вы уже опробовали в этом сезоне, можете написать в комментариях, мне будет интересно почитать, можем пообщаться. Поэтому это такой влог с идеями, так что оставайтесь со мной, надеюсь, вам будет интересно и поехали! Первое, что я взяла, это такой свитер, я вообще очень осенью-зимой, я очень люблю свитера, любые грубые вязки, и взяла такие джинсы, это олдскульный деним, кстати, очень хороший джинс. Ну и казаки, тренд сезона, как обычно, кстати, желательно казаки, если вы хотите брать, то лучше не яркие, пестрые какие-то цвета, лучше взять пастельного оттенка, спокойнее, потому что они подойдут под всё. Для второго образа я взяла такой свитер, как сейчас тоже с широкими плечами. Модный свитер, это не мой размер, это М, хотя желательно была S, либо XS, но не было. Брюки-кюлоты, как обычно, уже который сезон в моде, оставила те же казаки, ну и добавила мою сумочку Lancaster. Так что, не знаю, мне оба образа нравятся, напишите вам какой. Честно, я не понимаю тренд этого сезона, я прошла вот такие вот чебурашки, за такую сумму, наверное, мне кажется, лучше купить одно хорошее порто, классическое, либо просто хорошего качества и носить его с удовольствием. Я сейчас в Бенетоне, мне очень пригнулся такой пиджачок, он есть ещё в другом цвете, где-то здесь картинку поставлю, в другом цвете мне понравился больше, там жёлтая полоска, как-то поинтереснее. Это тоже, конечно, красиво, и я ещё решила взять под него такой синий гольфик, так как в клетке присутствует синий квадратик. Вообще сейчас клетка на пике моды в любом проявлении. Кстати, несмотря на то, что гольф ещё из шерсти, он совершенно мне не колет. Взяла такую сумочку под образ, мне кажется, так интереснее, ну и ботиночки мои. Есть ещё штаны, то есть это идёт как костюм, но, думаю, будет как-то нелепо всё вместе носить, хотя в зависимости, если у вас какое-то мероприятие, событие, либо просто стиль жизни позволяет носить, почему бы и нет. И вот такая вот ещё роба. Платье, красивое платье, тоже, не знаю, сейчас примерю и посмотрю. Мне кажется, очень классно будет с более грубыми ботинками. Очередную свою коллекцию H&M выпустила вместе с одними из старейших брендов Pringle of Scotland, которая специализируется на премиальном трикотаже. Вещи очень тёплые, очень комфортные. Ключевым элементом, вот как видим, это свитера в стиле петчворк, сочетающие ромовидный такой ретро-принт. У них также есть коллекция для собак. Это всё не мои размеры, поэтому не пугайтесь, нету ни эски, ни эксэски. Вот как-то он с тренчем так смотрится. Какой-то вот такой стрит-стайл, можно ещё спереди завязать ремешок. Сейчас попробую это сделать. Вот, с плащом так выглядит, мне не очень нравится, может потому что это не мой размер. Я не знаю, что у них с размерами, у меня ничего нет. Немножко неаккуратно, я бы здесь, конечно, красивое какое-то пальто примерила, либо какую-нибудь куртку. Курцовки очень даже комфортные. Так, пожалуйста, кому на Хэллоуин, очень даже миленько. Ну, а кому вот так вот, кому нравится. Также следующим трендом этого сезона, да и прошлогоднего сезона, это кожа и кожзам. Это рубашки, плащи, брюки, шорты, юбки. И я скажу, что, честно говоря, я не фанат этого, мне как-то непонятно ощущение на теле от этого материала. Хотела добавить, что, на мой взгляд, шорты короткие и кожные, это уже не совсем актуально. Лучшие шорты длинные, до колен. Сейчас, кстати, новая коллекция Зары есть, появилась. А также костюмные шорты набирают особую популярность в этом сезоне. Кожные рубашки, кстати, очень интересно смотрятся. Как же без косметики? Вот в единственном Ашанеме, который находится в центре Женеви, есть угол с их косметикой. Очень хорошая, кстати. Мне многие продукты нравятся. И шелковая блуза на все случаи жизни, так сказать, выручит вас всегда. И на работу с классическими брюками и пиджаком, и даже на свидания, если у вас какой-то ужин намечается. То вот есть сейчас новые тренды брюки-палаццо, такие широкие. У них красивая посадка, и очень будет элегантно и красиво все это вместе смотреться. Базовая и трендовая вещь гардероба является хорошее трикотажное платье длиной миди, переходящее в макси. Главное выбрать то, что будет хорошо сидеть на вашей фигуре. Это может быть платье X-силуэта, вот на видео представлено Массимо Дути. И желательно пастельных цветов. Итак, едем дальше. Следующим москвем этой осенью являются сапоги с высоким глинищем. Я взяла пример этих с брюками-килотами на видео. Также актуально носить такие сапоги с юбками миди. И внимание, сапоги также можно заправлять в классические штаны. Это прямо писк этого сезона. Привет всем! Сегодня уже второй день. Я приехала в другой торговый центр, в Зару. Мне надо забрать свои ботинки, которые наконец-то я нашла в одном из трех магазинов. Мой размер. И сниму еще несколько образов. Так что оставайтесь со мной. Сегодня у нас погодка шикарная. Вот такая красивая терраса здесь. Можно посидеть, кофе купить на свежем воздухе. Куртка-рубашка шерстяная. Куртка-рубашка шерстяная, которая визуально видна, как рубашка с карманами. Но она выполнена из такой теплой пальто ткани. Это что-то совершенно новое, комфортное и удобное, на мой взгляд. Итак, к первому образу в Заре я решила взять платье в бельевом стиле. Оно таки заняло нишу в этом сезоне. Разумеется, днем такое платье чаще всего табу. Скорее всего, это такой элемент вечернего туалета. И пиджак. Конечно, уже несколько сезонов подряд вещи из мужского гардероба плавно-плавно перекочевывают в женский. Мне очень нравится такой пиджак такого стиля. Мне кажется, он очень выигрышно смотрится. Во втором образе я решила примерить юбку Плиссе из плотной ткани. Дополнила ее джемпером. И для оси, мне кажется, отличным вариантом станет косуха. Хотела еще сказать, что ботинки на шнуровке являются писком этого сезона. Советую выбирать модели не столько грубоватые, сколько изящные. Здесь важно не переборщить с излишней маскулинностью. Вот что получилось. Кожаные штаны таки решила взять. Такого зеленого цвета. Свитер не мой размер, а размер L не было. Он поменьше. Очень объемный такой, грубая. Достаточно вязка. Он немножко колется, не знаю, неудобный. И с теми же ботинками. Честно говоря, не сильно мой стиль, потому что штаны есть свитер как свитер, но штаны кожаные мне вообще непривычно. Боже, какая милота. Посмотрите только. Классно. Ребят, на этом у меня все. Спасибо большое, что оставались со мной, что посмотрели это видео. Поддержите меня пальчиком вверх. Как говорят. Хочу еще добавить, что не следует следовать всем трендам, если вам что-то и не нравится. Так что больше думайте образами, а не вещами. Всем тепло и солнечной осени. Пока-пока уже. До новых встреч совсем скоро.